Друзья, здравствуйте! Спорт-24, я Александр Кузмак, мы вновь в нашей студии. Сегодня у нас такой пятничный разговор. Вообще считается, что по пятницам разговор должен быть более спокойный, менее деловой и, может быть, даже более веселый. Но, во всяком случае, сегодня у нас есть повод не только для веселого разговора, но и для разговора крайне интересного. Тем более, что в гостях у нас сегодня очень дорогие нам гости, и тема разговора интересная. В общем, сегодня мне не удастся как-то держать интригу, потому что мне очень приятно видеть у нас в студии этих людей. Во-первых, двукратная олимпийская чемпионка, трекратная чемпионка мира Ольга Зайцева. Биатлон представлять не надо. Все знают, и я думаю, что все знают Оксану Рочеву, ее тренера, и сегодня, и сестру старшую, а самое главное, что помимо прочего, я говорю помимо прочего, поскольку они вместе пришли, но сегодня Оксана занимает пост директора спортивной школы номер 102, которая, естественно, и готовит подрастающее поколение для наших, кстати, каких видов спорта, Оксан? Оля, Оксана, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. А мы не виделись, да. Биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. А, ну то есть все, в общем, профиль, скажем так. Везде. Ну, а что касается самой Оли, то я так понимаю, Оль, что вы в данном случае выступаете очень часто в роли консультанта и помощника, да, и тоже фактически сейчас тоже занимаетесь своего рода, хотя даже не в кавычках, преподаванием, обучением и так далее, тоже подрастающего поколения. Так тоже можно сказать, наверное. Да, я где что придется в помощь, и в общественных организациях числюсь, и также помогая над Оксаней Алексеевне в помощи развития спортивной школы. Я вам сейчас задам один, он не провокационный вопрос, но я просто так это предвариваю. Вам не скучно сейчас после того, что было в вашей жизни? Нам наоборот очень весело, мне кажется. Нет, не друг с другом. После драйва, обеим, после драйва, адреналина, гонок, всяких эстерсундов, оберхофов, аэропольдингов и хантамансийсков, разумеется. А вот сейчас... Здесь, на мирной земле, в мирной жизни, все гораздо веселее, даже оказалось, как оказалось. Но так как я занимаюсь сейчас постдиректора спортивной школы, то приходится вести и хозяйственную деятельность, и административную, и спортивную. И поэтому времени... Я в таком же драйве сейчас нахожусь, как и было и раньше. Даже, мне кажется, и больше, да, Оль? Сказала мне грозно, посмотрела на сестру. Ты все-таки со стороны меня видишь. Например, мы сейчас ехали сюда в студию, из дома вместе. Так как мы вместе живем, рядышком совсем, в нашей жизни она постоянно. Да, нас, мы вместе. Ну, в смысле, не в одном доме. Но все равно по этому пути я приняла 10 звонков, уже решила кучу вопросов, поэтому весело мне. Да. Хотя, мне кажется, что даже глядя на ваши фотографии времен тренерской работы, а вы же заслуженный тренер России еще, так, на секундочку, да, вот так, между прочим, вот, вам сейчас, у вас образ изменился даже, да, он стал какой-то более строгий, вы, говорю, вот не хватает, не знаю, длинной указки, красивых черных очков и так далее. Есть в сумке лежат. А, все есть. Ну, господи, да, тогда все понятно. И указка тоже есть? Указки нет. Понятно. Вернемся, конечно, на некоторое время назад. Сама по себе идея работать друг с другом в качестве тренера и спортсмена, как она появилась? Она всегда была? Или в какой-то момент времени, вот, вы решили, что именно так надо, чтобы вот был личный тренер, еще и сестра и так далее? Ну, да, я отвечу, да, наверное. Ну, отвечает Александр Александрович, как старшая сестра. Я свое видение, а Ольга свое видение расскажет. Ну, так сложились обстоятельства, наверное. В жизни, на мой взгляд, ничего просто так не бывает. Ну, и так сложились обстоятельства, и прекрасно, что так это и сложилось. Времена были тяжелые, в том числе и в части в области спорта, наверное, на стране. И поэтому я, видя, как Ольга там сталкивается с определенными трудностями, и в тот момент тоже работая в Министерстве спорта. Какими трудностями? Какого рода трудности? Организационными трудностями. Проблемы с тренером были, потому что времена были тяжелые. Тренеры уходили, как бы не работали, да, на заработки. Кушать было нечего. Да, кушать было нечего, кормить семьи нечем было. И поэтому, в общем-то, она осталась практически без личного тренера. И поэтому у меня рядом оказались на моем жизненном пути тоже рядом люди, которые мне посоветовали, дали хороший совет, которому я очень благодарна им за эти советы. И сказали, Оксана, ну, как никто, как ты, нужно брать... То есть эта идея, она шла как бы от вас, Оксана? Ну, по сути, наверное, как-то это совместно, да, от меня, наверное. То есть в какой-то момент времени, Оль, пришла, ну, пришла, да, Оксана и сказала, а вот ты не хочешь, чтобы я тебя тренировала? Я сейчас упрощаю очень, да? Чтобы я тебя тренировала и была твоим тренером. Ну, это буквально, наверное, звучит так, но на самом деле, потому что я тренировалась, тренер Мэка, как Оксана уже сказала, что он ушел в другую сферу деятельности, я осталась одна. Естественно, не вот прямо одна, но тот человек, который занимался организацией сборов, соревнований, куда, чтобы я выезжала, он ушел. То есть у меня были тренеры, детские тренеры, которые, естественно, меня поддерживали, помогали, и я могла прийти тренироваться там в своей спортивной школе дома, и меня помогали мне. Ну, в большом счете, это бардак. Да, а на выезде, на выездах я была одна, и даже пару раз ездила на сборы одна, и, да, без тренеров. Вот, потому что был период переходки с юниорского возраста во взрослую категорию, поэтому такой сложный был период, и находилась в таком состоянии или заканчивать, или продолжать. Ну, было тяжело, реально, да. Поэтому Оксана, ей, говорю, посоветовали хорошие люди, умные, взять меня как бы покурировать, и поэтому так у нас такой получился тенденк. Да, да. А так как я была тренером в этой же спортивной школе, работала тренером с детьми в тот момент тоже, и, в общем-то, как-то само собой сложилось, что у них никаких вообще вопросов и не возникло. Но ведь это же страшно должно было быть. Вот, как мне кажется, это должно было быть, у меня просто, у меня есть младший брат, да, вот, у нас с ним, правда, разница побольше, но, тем не менее, я на секундочку представил, что вот я его именно, как вы сказали, курирую. Мне было бы страшно по двум причинам. Во-первых, потому что он в любой момент меня может послать куда подальше, и уже не как тренера, а как брата. А во-вторых, потому что ответственность колоссальная, потому что я держу ответственность не только за своего подопечного, но еще и за своего ближайшего родственника, за любимого брата, а в данном случае за любимую сестру. Я послушная была, просто подопечная, посылать не посылала никого, исполняющая, все. Нет, у нас просто такое воспитание, видимо, в семье родители нам дали, что, в общем-то, наверное, есть старший брат или там старшая сестра, то, конечно же, авторитет он существовал, да, и сестры, они, в общем-то, наверное, на протяжении жизни, и Ольга много об этом тоже говорила там в различных интервью, что и примеры брали со старшей сестрой, как мне было потом удивительно это тоже слышать все. Вот, ну, в общем-то, прислушивались к совету. Слушать, видимо, не всегда так было. Нет, но всегда прислушивались к советам, всегда было с ней легко, были различные, конечно, в жизни там моменты и ситуации, но я считаю, что, судя по результату, и потому что мы получили, наверное, в жизни, наверное, наш тандем, скажем так, сложился и... Конечно, как говорят американцы, the end of time, да, то есть в конце вот этого, в данном случае, спортивного отрезка, можно сказать, что все удалось, тут вопросов быть не может. Мне просто интересно понять, насколько может быть в этой ситуации страшно, когда ты просто не просто тренируешь человека, а ты понимаешь, что у тебя фактически в руках находится судьба твоей родной сестры, которая, помимо прочего, еще и очевидно талантлива. Некогда было бояться, Нань, да? Да. Наверное, нам на самом деле хватило мудрости обоим, да, сохранить правильные взаимоотношения друг с другом, потому что это тоже определенный, наверное, талант, да, это все таким образом в жизни. Родители помогали, наверное, в этой ситуации. Нет, конечно. Родители помогали, конечно. С детьми как-то. Нет, я имею в виду, чтобы вас вот это вот как бы... Сплочить, объединить. Да, объединить. Нет, ну у нас вообще всегда отец же у нас с самого детства еще, когда только мы начали... Вы же это с летчиком, я правильно помню? Да, летчик бывший, да. Он нас плачевал всегда, постоянно, и даже в те моменты, когда мы только начинали заниматься лыжными гонками, по большому счету, средняя сестра Лена у нас же есть еще, и вот она выбрала... Ну, здесь, да, место свободное. Да, место как бы для нее, она вообще должна была быть здесь, потому что мы, оказывается, не дуэт, а у нас три. Не двойняшки, мы тройняшки, да. Заодно сходи. Вот. Поэтому она выбрала, в общем-то, лыжный спорт, и когда пришел тренер набирать деток в спортивную школу, она захотела заниматься лыжными гонками, а я тогда в это время занималась совершенно другими делами. У меня уже был волейбол, театральная студия, и я как бы вообще не собиралась ходить. А тут Лена пошла на тренировку в выходной, а папа ей говорит, так, Оксана, собирайся и провожай сестру младшую, как бы, на тренировку, и сходи сама там побегай. Заодно. И вот так я пошла туда, и осталась в этом виде спорта. Вообще виновата Лена. Да, так что... А, сейчас, конечно, просто говорить. Она тут сейчас нет, да. А потом уже и Ольга следом за нами, грубо говоря, подтянулась. Без вопросов, без подтягивания. То есть, Оль, как я говорю, в таких случаях вы были приговорены к этому. Однозначно. У вас вообще вариантов не было. У меня вариантов не было. Понятно. Опять-таки, завершая вот этот первый блок вопросов, посвященный родственным связям и всему прочему, а теперь посмотрим на эту ситуацию как бы снизу, с нижней стороны вот этого возрастного ряда, то есть с вашей стороны, Оль. Как бы перед вами был пример Лены, перед вами был пример Оксаны, да. И в этой ситуации ведь гарантий-то никаких, даже на каком-то определенном тайпе. Да вы еще и сказали, что был вообще шанс закончить карьеру, не начав ее, да, по сути дела, взрослую. А тут старшая сестра, которая ваш тренер. И, ну, как бы, какие-то риски в той ситуации вы для себя видели? Или просто ввиду того, что ситуация была настолько тяжелая, что тут уже, как говорится, либо так, либо никак? Наверное, да, потому что вообще в нашем спорте вообще в спорте или ты идешь до конца, пробуешь, у тебя или получается, или нет, а что делать? Мне кажется, это характер больше, нет? Ну, может быть, характер. Ну, то, что Оксана, она присоединилась ко мне, да, это большой плюс. И она была большая, и вообще самая главная, наверное, поддержка и помощь на тот момент и вообще по жизни и дальше. Вы везде были вместе, я подозреваю, в тот момент времени, вообще везде, наверное. Ну, конечно. Ну, не везде, сначала... Нет, у нас как бы этапы различные были, да, то есть когда вот Оля сказала, она переходила, да, там, в сборную страны попадала в тот момент, тогда были определенные условия работы, взаимодействия. Когда уже стали работать непосредственно на централизации, централизованной подготовки в сборной страны, естественно, там есть тренеры свои, конечно же, есть какие-то выезды ключевые, на какие там необходимо было поехать, и нужна была моя поддержка где-то. Где-то, в общем-то, специалисты занимались своими делами. А заступаться приходилось за сестру? Ой, конечно. Ругаться, там, объяснять, идите все, я лучше сама знаю, да? Да. Вот. Ну да, ну и, естественно, что и заступничество, искать в этой ситуации у кого, как не у сестры, да, всячески, да, и так далее. Время-то было тяжелое, на самом деле, то есть при всех тех огромных достижениях, которые удались в конечном итоге, и я уже не говорю про даже ванкуверскую эстафету, да, олимпийскую, да и, в общем, и даже раньше, если брать отрезок, да, то ведь я даже помню, с точки зрения журналиста, вот мне казалось, что вся вот эта вот биатлонная, наши все эти биатлонные победы, они даже не благодаря, а вопреки в тот момент, потому что не было системы еще, не было индустрии. Это сейчас о биатлоне говорят уже, как об индустрии, обсуждают, сколько там, каких тренеров, и кто за что отвечает, кто за стрельбу, там, кто не знает, кто за питание, кто за обувь, вот. А тогда, я так понимаю, ничего же этого не было в таком количестве. Ну, конечно, как бы, по-моему, в любом спорте у нас не было таких широкого спектра специалистов. У нас в биатлоне, да, тренеры были и сервисерами, они лыжи мазали, да, на тот момент 2004-й, даже 2005-й год, это потом уже появилось. Сервис-бригада, которая помогает лыжи делать на старты, массажисты, а так до этого массажисты были, в основном в национальной команде сборной, а тренеры, да, работали, лыжи мазали, и тренерами работали, и на стрельбище стояли, и по трассе бегали, то есть такое, да, было. Вспомни, 2005-й год, цеходзор, что мы делали. Мы стрельщи строили своими руками. Ну, тогда тоже приглашали, да, тренера. Бежали на сбор. Разделяли, как бы, как тренер, Валерий Николаевич, да, Пальховский, разделил какая-то группа ей там дальше на этапы, а мы поедем на высоту пробовать. Вот, то есть экспериментировали перед Олимпиадой, чтобы посмотреть, кто как будет выступать. И достичь наибольшего результата. Да, то есть, да, мы поехали в цеходзор, у нас определенный, да, на высоту, и мы там тренировались, и тренеров брали. Вот моего тренера тогда, он тоже уже присоединился, да, опять снова вернулся в спорт, который был... Это тот самый. Да, Александр Иванович. То есть была создана команда определенная, состоящая из тренеров, и это к тому, что в те моменты мы решали и организационные вопросы, у нас были там какие-то... То есть это какой-то такой, своего рода, вы уж простите меня за это выражение, это такой пионерский лагерь своего рода, да, в каком-то смысле, ну, то есть, я имею в виду, что все это делалось так, собственными руками, да, как пионеры шалаш строят. Ну, так как там не было стрельбища, то там Вадим Иванович тоже был мельхов. Я не помню, наверное. Да, стрельбище там мы как бы сделали для того, чтобы тренировки проводить. Ну, стрельбище какое? Мы стреляли не по установкам, а по мишеням, по-моему, или по установкам. Ну, в любом случае там... Мишени, то есть по бумаге мы стреляли. Ну, то есть, работа проводилась. Ничего, и получилось все. И прекрасно все было, да. Я считаю, хороший сбор. Потому что там была высота прекрасная. Там лыжники тренировались тоже тогда. Тяжело дышать, да? А, ну да. Да, ходить было тяжело, на самом деле, там. Там все... Это как у нас был? 2005 год? Это было перед Олимпиадой. Нет. Да, перед Турином. Перед Турином. Да. Ну, там лыжники тренировались. То есть, там место-то хорошее. Там бородавка со своей группой был. Которые потом в Ванкувере хорошо очень выступили. Собственно, к Тулуна, скажу, выступили биатлонисты и лыжники. По-большому... То есть, не по-большому, а все. Собственно, медали-то больше не было, да? Только в биатлоне и в лыжах. Ну, я могу сказать, что точно за каждой судьбой, за каждой олимпийской медалью, конечно же, стоит большая история и определенная судьба человека. И люди стоят за этим большое количество. Это нельзя сказать, что это достижение только одного спортсмена в этом и так далее. Поэтому, конечно, это работа команды, людей, которые коснулись когда-то, прикоснулись к этому человеку, к этому бриллианту. Теперь давайте о человеческих взаимоотношениях в биатлоне, потому что это тоже любопытная, на мой взгляд, тема. Вот сейчас, как-то раньше, опять-таки, вот в те годы, в шестом, восьмом, в десятом году этого не было. Сейчас все все комментируют. Сейчас вот просто все твиттеры... Ну, тогда твиттер не был так распространен, да, как сейчас. Но, тем не менее, все социальные сети пестрят комментариями всех обо всех. Самуэльсон, Фуркат, Логинов, кто угодно. То есть, вот, Бьерн Даллин закончил карьеру, казалось бы, что человеку надо уже, сиди детей воспитывая, вот все равно. Все друг от друга высказываются, оценивают там и так далее. Раньше взаимоотношения, вот как вот иногда говорят, например, о том, что Маша Шарапова в раздевалке отвратительная стерва. Вот, я сейчас, да, со слов... Она хороший человек, может быть, но вот в раздевалке ее не любят, потому что она вот такая вот сама по себе замкнутая и вот ни с кем не разговаривает. Раньше в биатлоне отношения, они человеческие были между спортсменами разных стран? Или это как-то все держались особняком друг от друга? Сейчас жизнь такая, да, вот это, социальные сети. А сейчас друг дружку поливают. Без... ну, без них они не живут уже, то есть они живут там, в интернете, поэтому это такое поколение. Ну, раньше, конечно, друзья друзьями, у нас, во-первых, барьер это языковой всегда присутствовал, и сильно много нет спортсменов, которые знают язык иностранный, да, но они тоже не стремятся изучать наш русский язык, поэтому какое-то общение происходило, но чисто такое формальное привет-привет, как дела, как ты сегодня пробежала, вот так сегодня такое состояние, все, таких прям... Как это в Брат-2, да, что-то они все время говорят, how are you, да, вот. Они, что, интересно, как у меня дела, да? Нет, ну не скажу, что мы прям вот так ссорились. Нет, таких конфликтов, мне кажется, у нас не было, как сейчас, и таких наглых высказываний я не слышала, по-моему, и я не помню на самом веку. То есть, простите за банальность, к русским отношение было нормальное, такое же, как ко всем. Ну это же все зависит сейчас у нас от политики, поэтому тогда политика, видно, была такая, сейчас другая. Ну да, то есть... Ну времена меняются, это же, естественно, вот сейчас такое время, ребятам приходится жить именно в таких условиях, поэтому вести себя определенным образом, вести социальные сети и так далее, потому что, да, жизнь меняется, и мы вынуждены подстраиваться под это, может быть, это кому-то нравится, кому-то не нравится, вот, ну... А вот вы в этом смысле жалеете, что в ваше время не было этого? И не руганье, боже упаси, а я имею в виду вот такого вот плотного общения между всеми? Мне кажется, наоборот, лишняя нагрузка, она социальная, сетевая, совершенно не нужна спортсмену, это отвлекает и... Я этого не люблю, я этого сейчас не понимаю, это приходится делать в силу того, что это надо делать, а на самом деле я вот это делала... То есть публичность в принципе, при всем при том, что вы дали, я не знаю, тысячи интервью в своей жизни, Оль, да, и вы примерно там несколько сотен еще при этом, да, вот, это не ваша история? Как бы, ну, это, говорю, в силу того, что это надо делать, что ты должен себя пропиарить немножко, да, ты это приходится тебе делать, а вот прям такое прям желание свое, самовольно себя показывать и про себя рассказывать сильно... Ну, давайте честно, в особенности в тот период времени, сейчас, к сожалению, это не так, хотя мне бы хотелось, чтобы так оставалось, и в этом смысле... Я вообще считаю, что призвание, не призвание, а функция журналиста, в том смысле, в котором, вот, спортивного журналиста в том, чтобы лучшие спортсмены страны оставались публичными фигурами, в том смысле, что их должны знать и помнить все время, и о них должны знать и помнить, и эта связь поколения, она не должна прерываться, но тем не менее. Вам предлагали, например, по окончании карьеры или по ходу, перейти в комментаторы, в журналисты, в какую-то публичную профессию, как-то дальше себя, вот, не знаю, вести программу о биатлоне вместе с Дмитрием Губерниевым, у них ночью быть помянут, да? Привет, Дима. Дмитрием Губерниевым не заменить. Нет, чтобы не заменить, а не затмите. Не затмите. Нет, честно сказать, каждый человек должен заниматься своим делом, конечно, и чтобы что-то делать профессионально, надо этому учиться. Поэтому я профессионально на данный момент, на тот момент могла соревноваться и быть спортсменкой. Да, сейчас, естественно, ты идешь, учишься куда-то и повышаешь свою квалификацию, чтобы быть еще кем-то. Как бы у меня таких предложений не было, поэтому, если бы, наверное, были предложения, я бы, наверное, пошла тоже, да, получилось. То есть это, ну, и все зависит от желания, от ситуации, от жизни, поэтому... А кем бы? То есть куда бы... Как я говорю, я могу быть всем. Я могу делать все. Я могу делать все. Нет, ну, это понятно, но... Но, я не знаю, поправьте меня, если я не прав. Мне кажется, что когда непосредственно было время профессионального биатлона, была такая ячейка общества в лице Оксаны, Оли и еще некоторого количества человек. Вот вы делали свою работу, вот в рамках вот этой вот самой ячейки добивались результата. При этом вот эта популярность, она все равно, как бы вы были под колпаком, вот так вы его создали себе, да. И вот эта популярность, она как бы так отлетала обратно в разные стороны, как шарики такие вот по абажуру, там бьют каком-нибудь вот лампы. Но, в принципе, мне кажется, что вас не допиарили в этом смысле. Мы могли бы больше. Да, мы не пользовались этой, да, мы не пользовались своей популярностью. Мы не использовали все возможности, я считаю так, да. Что мы, ну... Я, например, жалею, что... Не жалею, а есть, да, такой упущенный момент, что... Я именно только спортом, да, увлекалась именно только спортом. Мы считаем, что если я добьюсь только в определенном в этом деле успеха, то я потом без проблем буду легко и дальше двери открывать. А дальше как с этим, с... Как же он? Верещагин из Белого солнца пустыли забыли, да? И с учебой так же, и со всем. Поэтому всем хочется спортсменам сказать, что, которые сейчас тренируются, что этого нельзя забывать, и надо все делать вместе. Просто я говорю, я считала, что я по одной дороге иду, и я сделал сначала там финиш. Но вы же были милиционером. Милиционером я была немножко. Что-что такое-то? Нет, ну были же, были. Что такого-то, да. Я добегала за Подольское ВД год, наверное. Выступала за них, да. Эх, у них сейчас где-нибудь висит фотография, наверное, да? А я не помню, может, и висит. Но было, мне нравилось, хорошее было время. И выступала на... Не за преступниками, за убегами, да? Да, и МВДшное соревнование хорошо. Я надеюсь, вызов показывал хорошие результаты. То есть было такое, да. Сейчас вообще вопрос. То есть как бы сейчас вы вновь погружены в дела и... По сути, да, да. Мы вот работаем, работаем, делаем, делаем. Оксана, а вот если представить себе, что вдруг где-то появляется спортсменка уровня Ольги Зайцевой, и вам говорят, Оксан, достанем вот с полки запылившееся ружье, и я сейчас ружье в переносном смысле, да, и там, не знаю, кнут и все такое, да? И вступите еще раз в эту воду? Не, на самом деле спортсмены появляются. Я на это смотрю тоже немножко со стороны. Действительно, мы, наверное, так воспитанные трудиться. И вот Ольга сказала... Придется усыновить тогда, да, я понимаю. Не знаю, не могу отсказать. Сейчас мы, грубо говоря, готовим подрастающее поколение, создаем условия, скажем, для того, чтобы такие дети появились у нас в городе Москве в первую очередь, потому что здесь на данный момент у нас еще пока условий не существует для полноценного подготовки спортсменов, именно высококвалифицированных. Тогда было раньше время такое, когда Оля была маленькой, молоденькой девочкой, и сейчас другие совершенно времена, технологии и так далее. Поэтому требования... Это в том смысле, что вы бы не справились? Что мы бы... Тренером. Тренером, что ты стал. Вот вам сейчас, Оксана, вот смотрите, вот, смотрите, вот была Ольга Зайцева молодая, вот сейчас есть молодая, там, не знаю, там, Маша Иванова. Да нет вопросов, да нет вопросов, конечно, не вопросов. Нет, она в другом амплуа будет, она как директора будет дальше продолжать, а, естественно, будем изыскивать и другие средства и тренеров. То есть, естественно, ты уже не поедешь, да, ведь со мной, подхвачиваешься. Тебя же спрашивают, что ты подхвачиваешь, да, и поедешь, и будешь так дальше. Нет, конечно. Я все пытаюсь, да, вот, стряхнуть с вас статус директора, и опять на это, да. Уйти. Нет, ну то есть, нет, если вы сейчас скажете, нет, нет, боже упаси, хватит с меня, вот, сестры мои. Нет, ну, во-первых, это семейная тоже же какая-то ситуация, она тоже важна, да, и твоя жизнь, то есть у меня дети, у меня трое детей, которые есть у меня, ими тоже надо заниматься. Они тоже сейчас требуют к себе большого внимания, и для того, чтобы из них вырастить полноценных людей, нужно... А я боюсь спросить, из них вырастить спортсмены? Нет, нет, ну, я смотрю, как бы, спокойно на детей на своих, и, как правило, дети отдыхают, да. Ну, правда. А вот, да, там, как бы, там спортсмены растут, однозначно. Нет, просто ты же всегда ходишь, ты же сказал, танцами занимался, артисткой, по-твоему, по-твоей... Ну, да, у вас же все равно должны быть абсолютно максималистский подход к вашим собственным детям с вашими-то достижениями. То есть они просто телевизор смотреть же не будут, там, да? Нет, ну, можно сказать одно, дети талантливые. Нет, или баллы, или... Нет. Нет, не баллы. У меня жесткая. Да. Ну, и даже я спортсменка. Ну, конечно. То есть все равно подъем, отбой, и все равно, то есть вы просто так... Режим дня, конечно же, спорт обязательно присутствует, дисциплина, учеба, конечно. Как интересно. Но заставлять мы их не будем, они будут все равно делать то, что им только понравится. Ой, не поверю, сейчас не вот ни разу заставлять мы их не будем. Вы ведете к этому? Нет, это так, да. Сильно напрягает, ну, как, то есть... Как сказать, вот есть, я говорю, сейчас просто сталкиваешься с родителями, да, и ты видишь, как они реально заставляют своих детей заниматься именно этим видом спорта. А вас что, не заставляли, что ли? Вот вас не заставляли? Нет. То есть вы сами? Не заставляли? Нет. Не заставляли один раз сходить, сестру проводить на тренировках. Никто не заставлял, никто не стоял над душой тренера, не смотрел, как там Оля там бегает, и правильно она выполнила, отдохнула она, или правильно ли у тренера технику, правильно ли она идет, подскажите ей побольше. Такого не было, как сейчас это присутствует на, не знаю, на всех видах спорта. Тогда смотрите, какая интересная вещь получается. Я сейчас разговариваю с двумя мамами, которые, у которых и при этом еще и профессиональными спортсменами и тренерами, которые, и, кстати, это я уже не первый раз сталкиваюсь, получается, что чтобы добиться чего-то в спорте, больших каких-то достижений, то процентов на 90, бывают исключения, человека не надо заставлять, он либо сам пойдет, ну, на каком-то этапе надо сделать так, чтобы он не убежал с тренировки, да, там, в какой-то момент времени, но, в принципе, это желание от самого ребенка, и вот, либо он это будет делать, либо не будет. И поддержка, просто поддержка. Ну, то есть понимание, то, что ему, то есть ты поддерживаешь его интерес. То есть маниакальное стремление родителей сделать из ребенка первую ракетку мира, там, или, не знаю, или того же Бьерна Далина, или ту же Ольгу Зайцева, это их личные комплексы, и не более того, то есть вот ребенок все равно не будет этого делать, если... Да, я думаю, да, наверное, в определенных видах спорта, наверное, но в основном я считаю, что да. То есть когда родители заставляют, и, может быть, как под характер ребенка, я не знаю. Да это как и в любой жизни, любой человек. Каждый человек должен найти себя в жизни, он должен найти то, что нравится ему делать, и тогда он там будет всегда успешен, я так считаю. Это мое, как бы, убеждение, поэтому давить никогда на детей я на своих не буду. Проблема только в том, чтобы найти. Да, но это в этом-то и суть жизни, поэтому, в общем-то, все мы и живем. Когда закончилась профессиональная карьера Оли, профессиональная карьера, ну, понятно, спортсмена, вот сейчас прошло какое-то время, достаточно уже такое, ну, продолжительное, тем не менее, вот выход внутренний, ментальный такой вот психологический выход из этого состояния и для вас, и для вас, вот у вас за спиной фотография Александра Ивановича Тихонова, вон она, собственно, там стоит, он у нас был неоднократно, я с ним знаком, хорошо, и книжку мне подарил как раз и вантастический человек. Я к чему? Вот иногда же, достаточно часто, спортсмены профессиональным задают вопрос, а вот сейчас, там, не хотите, там, поиграть в хоккей за ветеранов, там, побегать за ветеранов, там, еще что-то? Это означает очень часто, когда человек, да, вот у нас тут сидел борец Александр Михайлин, да, трехкратный чемпион мира под дзюдо, единственный в своем роде, больше нет дзюдоистов в России, в Советском Союзе, кто выиграл три чемпионата мира. Он говорит, я буду бороться, у меня 41 год, я буду бороться до Олимпиады в Токио, я все равно, я хочу, мне дальше, вот, человек не может вывести себя и выйти вот из этого состояния. Он и за ветеранов будет бороться потом, и за стариков будет бороться там, и так далее. Вот, как это у вас? Я думаю, что это присутствует в жизни каждого человека, когда ты занимаешься профессиональной деятельностью, это то же самое, как любую другую профессию, возьмите, да, спортсмен, это профессия, да, на мой взгляд. И поэтому, если человек всю жизнь отдал, и он растет в этой профессии и достигает определенных высот, это так же, как вот вас, журналист, взять, выдернуть из этой части и сказать, берите лыжи. Она бесконечная, она же только от нас зависит, мы можем до 90 лет, дай бог, там, да, работать и, в принципе, просто набираться опыта. А у вас карьера конечная, она закончилась по карьеру профессионального спортсмена. Да, и в этом-то и есть сложности, потому что всегда спортсменам очень тяжело перейти из состояния вот этих вот достижений высоких, да, особенно, когда они достигают больших высот, и потом, когда они выходят, грубо говоря, на улицу, начинают жить с чистого листа, по сути, с ноля. И вот, когда они находят себя, кто-то идет, да, действительно, получает образование дополнительное, и себя находит именно в дальнейшем, да, росте каком-то, как Ольга говорит. Я не вижу проблем здесь никаких, вот я возвращаюсь сейчас, может быть, к вашему вопросу относительно пиара и того, что не было использовано. Мое убеждение тоже такое, что человеку нужно как бы заниматься своим делом, пиаром, да, есть команда, которая окружает этого спортсмена, должны быть люди, которые должны заниматься пиаром этих спортсменов. В те времена, когда мы начинали с Ольгой, у нас таких людей не было. Я одна не могла пиарить ее, заниматься всеми делами, это тоже физические силы ограничены. Поэтому здесь моменты такие, что всему свое время. Сейчас пришло время, наверное, новое, я не думаю, что мы там в пенсионном возрасте совсем у нас. Пенсионный возраст увеличен, мы готовы еще работать и приложить массу усилий, поэтому, конечно же, я... Я просто про то, что Михаил выступает, там, да-да-да, нет, я поняла вопрос, что я не буду участвовать в ветеранских соревнованиях. Ну, то есть, вот нет вот этого ощущения. Я набегалась. Вот, спасибо. У каждого свое, конечно, у каждого свое спортсмена. А кто хочет, это те люди, которые не набегались, не тренировались, наверное, не наборолись, не испытали того, кайфа. Смотрите, какая странная вещь получается, что когда спортсмен бегает по теннису, занимается футболом, неважно, к нему подходишь, начинаешь задавать вопросы по поводу его текущей карьеры, чаще всего ему не до этого. Он не готов говорить об этом, он весь в работе, вот как вы сами, да, рассказывали даже про свою жизнь. Когда человек заканчивает карьеру после этого, ему тоже уже неинтересно отчасти по сто раз отвечать на вопросы о том, о чем Эстер Сунд отличается от Оберхофа, да, потому что все, страницы перевернуты, ну, сколько можно мне вот говорить о том, как, то есть, вот спрашивать вас о том, когда лучше стрелять в дождь, в снег или, там, не знаю, в пургу. Вот, но с другой стороны, вот, у очень многих спортсменов вот эта тоска в глазах у закончивших карьеру уже, они внутренне смотрят телевизор, видят там вот того же Бьерн Даллина, нет, не Бьерн Далли, Фуркада, вот, и думают, эх, я бы сейчас с ним еще вот пробежал, там, и не знаю. Нет, это, нет, все проще просто в спорте, поэтому они грустят именно по этим моментам, потому что там настолько все, мне кажется, просто и понятно было, есть задание, есть цель. Мы грустим не по этому. Да? Ну, сейчас Ольга расскажет. Мы грустим по отдаче, самоотдаче, то, что ты делал свою работу, и ты получаешь... Адреналина не хватает. Не адреналин, ты получаешь результат. Ты этот результат видел, ну, я же добилась, да, там, каких-то успехов. И это результат, и ты довольный, что ты поработал хорошо, тебя, то есть ты, твоя работа оцененная. А-а-а, все равно слава-то, да? Да не слава, а в плане того, что ты добился результата. Это так же, как любой человек в жизни, в обычной, нормальной, ты тоже сделал дело, тебе трудно, да, какие-то трудности у тебя на пути, тебе так тяжело дается, потом хоп, получилось, и ты такой кайф получаешь. Вот, а спортсмены грустят. Так и есть, да. То же самое в спорте. Все люди одинаковые, спортсмены. Нет, некоторые спортсмены, которые сейчас нашли после спортсменной карьеры, они не грустят, они на другом, как сказать, в другой сфере, да, получают какие-то результаты. Грустят, наверное, те, которые не получают этого результата от работы. Пока такого же, как получали от спорта, поэтому они, наверное, грустят. Ну, не знаю, нет, мне кажется, что есть те, кому снится по-прежнему, и в прямом, и в переносном смысле, снится вот это его состояние адреналина, драйва, вот это, в котором он пребывал, и они вот с тоской, глядя на то, как мимо пробегают стайки биатлонистов, вот думают, а я уже за ними, все, моя карьера закончена, я за ними уже не побегу. Нет, не с тоской, да, наоборот, закрываете окно, да, и переходите в другую комнату. Даже было время, что, по сути, даже не наблюдали за биатлоном, честно сказать. То есть вот был такой период, я, например, сейчас, да, вот я реально сейчас, спустя 4 года, да, я выехала первый раз на этап Кубка Мира. Я была вот в Анхольце. И я, мои ощущения, я приехала туда, но... Ой, ничего не изменило. Ах, Вильсен, извините, даже не знаю, куда. Нет, мне было интересно посмотреть на эти стороны. Какая разница в данном случае. Я поместилась опять вот в эту атмосферу. Даже стаканчики для кофе на том же месте, да? Все, да, все то же самое, весь этот цирк, все это все так же, шапито все это, катается. Но не тянет обратно уже. Все, вот уже не хочется в ту же комнату, да, там, не знаю, там же, где жили, там... Чисто на три дня поддыхать тянет. А по приколу то, что называется, да? А так нет. Нет, просто понимаешь, что это, да, это был определенный этап жизни у тебя, он был такой. Я могу себе позволить приехать и так же сейчас, от этого я испытываю удовлетворение, я это в какой-то немножко другой роли уже могу приехать туда. Мне тоже это все интересно, и получаю я положительные эмоции. Я заряжаюсь ими, да, природой, этими спортсменами, ребятами молодыми. Ты вспоминаешь, как у нас тоже было классно. Конечно. Когда происходит окончание карьеры, когда кайф перестаешь получать от происходящего? Ну ведь вопрос же даже не только в том, что ты уже не можешь выигрывать этапы Кубка мира там так же часто, или просто уже сил в себе не чувствуешь. Мне кажется, что это в большей степени просто от того, что эмоционально все, драйва нет. Вот уже тренироваться ты еще можешь, нет, я не прав? Или просто потому что уже ноги не бегут? Или там руки не стреляют? Ну, разные варианты, наверное, есть такие, которые что ноги не бегут, есть что нет драйва. В вашем случае как? У нас, почему у нас был, да? Да. Ну потому что у нас... Просто все уже вот здесь уже, хорош, да? Нет, не так? Нет, было не так, наверное, да? Ну, знаете, обычно после сезона всегда у всех спортсменов вот здесь все. Проходит какой-то период, и можешь опять заново бегать. Но у меня лично мое окончание в спортивной карьере произошло, потому что у меня ребенок подрос, и ему надо было идти в школу уже. То есть это первый класс. Ну, возраст уже, в принципе, подходил. То есть я бы могла, наверное, до сих пор сейчас еще бегать, как вот Бюрдалин, да, с такого возраста. Но если бы не было детей, говорю, не было бы семьи, тогда да. А, то есть здесь работал именно этот фактор. Потому что женщина – это женщина, а у женщины, мне кажется, для меня на первом плане – это семья, это дети, ребенок. Конечно. Поэтому большую роль, наверное, это сыграло. Ну, конечно. Поэтому когда вопрос задают, а вы готовы сейчас взять и поехать девочку воспитывать? Нет. Я просто к тому, что действительно, ну, в принципе, мы женщины. Конечно, Оксан, нет, я не имел в виду, разумеется, дети, понятно, есть оттягчающие обстоятельства в виде детей. Если оттягчающие обстоятельства откинуть, вообще не вопрос, да, в общем-то. То есть я имею в виду, с точки зрения собственного отношения к этой профессии, вам это было бы интересно, вот еще раз взять, там, кого-то, да, и попытаться, естественно, без всяких гарантий, но довести до... Ну, вот мне бы интересно было. Я бы даже, да, я бы взялась бы за это. Гарантий на то, что спортсменка, которую вы возьмете, будет такого же... Это неправильно, конечно, постановка вопроса меры таланта, чтобы стать такой же Ольгой Зайцевой или даже, там, превзойти ее. Никакие же... Талантливых детей видно вообще-то. Видно. Да. Талант увидеть можно, его видно. Мне кажется, вот и тренеры детские, да, там, Ольги, да, говорили, они говорили о том, что талант в человеке, он виден. И мне кажется, даже не в части спорта, да, и в каких-то других вещах. Скажите по характеру. Да. Да, характер однозначно, конечно. Да даже просто я могу увидеть спортсмена и могу сказать, будет он или не будет кем-то, ну, что-то представлять. Что в нем заложено и что нужно вырастить из этого. То есть я не тренер, но я могу, как бы, мне кажется, могу сказать, что что-то получится. И первое, что вы в нем увидите, опять-таки, это тот самый характер. То есть заряженность на так или иначе. Поведение характера, отношение к работе, то есть все там идет вместе. А остальное, как говорится, можно добиться там тренировками и прочим. Упорным трудом. А встречались по ходу карьеры спортсмены вот среди ваших конкуренток, вот те, кто взял не талантом, а именно характером? То есть, скажем так, такие вот трудяки, которые вот… Оксана, почему-то улыбается так сейчас. Я улыбаюсь, потому что мне вспомнилась фраза. У меня был тренер в сборной Москве, когда я бегал по лыжным гонкам, и Анатолий Александрович Шелковников, который всегда говорил, вот Зайцева, вот твой бы талант и трудолюбие, там еще спортсменки, другой вас бы объединить, вот какой бы спортсмен был. Вот тут и вы так же говорите. На нашем пути есть такие спортсмены, были. Катя Шумилова, она своим упертостью своей и своим трудолюбием, своим желанием она дошла до того, что она сейчас имеет, и я думаю, что она дальше дойдет, если мешать ей не будут, конечно, но она еще такой человек, да. А наоборот, вот такие гиперталантливые люди, вы понимали, что это суперталанты, не надо, ну можно даже без наших имен, может быть, кого-то из иностранных спортсменов, где вы понимали, что у человека какой-то талантовый боженька там в затылок поцеловал, но при этом нет трудолюбия, и поэтому результатов там таких вот, да, он там вдруг раз блеснул там где-то, когда его заставили тренировать. Кто, ну скажи, кто. Нет, я сейчас не вспомню. Да нет таких, потому что нельзя, просто на таланте на одном ты сейчас уже никуда не выйдешь. Ну тебе говорят, один раз блеснул, и все, а дальше все равно, с одним талантом, сама только что сказала, на одном таланте не видишь, все равно талант плюс работа. Конечно, трудолюбие. Поэтому такие талантливые спортсмены, они... Ну быстро сходят, да, потому что... Да, вот если у тебя только один талант, и ты считаешь, что ты на одном таланте... Ну конечно, ты уже на уровень, я думаю, сборной страны ты не доедешь на таланте-то на одном. Да, все равно надо трудиться. К тому же ты уже укатишься. Талант в биатлоне, что значит? Да. Вот вы сказали, вот видно человека талантливого в биатлоне. Это что, лучше всех стреляет? Это что, лучше всех бежит? Я не знаю, ну я сейчас упрощаю, я понимаю. Ну да, наверное, так и есть. Дается легко стрельба, или дается, например, легко бег на лыжах. Ну да, основной... То есть функциональная там, ну и все. Рост веса, данные всякие. Ну да, можно этим использовать и пользоваться дальше. Не хватает там трудолюбия. Ой, Александр, теперь мы потихонечку приближаемся к концу, потому что я, к сожалению, вынужден вас перебивать и не дать вам ответить много, потому что времени мало, а вопросов у меня очень много. Но вот вы как команда вдвоем еще хотите что-то такое сотворить в этой жизни, вот поработать как-то? Вот может быть такое, что где-нибудь вот вы еще... А мне кажется, мы и так творим, мы сейчас продолжаем. Вот вы начали эту тему, а вот готовы там взять. Мы сейчас занимаемся, в общем-то, растим подрастающее поколение. Сейчас дети подрастут, и вы вдвоем. Создаем условия деткам. Мы уже... Да нет. А, вы хотите, чтобы мы все-таки на уровне сборной страны? Я хочу, чтобы вы дальше были в этом публике. В последнюю школу, конечно, выведем с помощью директора, там, консультанта. Да. Давайте посмотрим, время покажет. Мы путей Господней неисповедимы. Как вот оно... Вот никуда не деться от того обстоятельства, это еще не конец. Что я, когда разговариваю с Оксаной, когда она на меня смотрит, у меня ощущение, что я у нее в кабинете сижу. Вот я... Вот у вас вот нет такого ощущения? Вот, потому что у меня, когда Оксана на меня смотрит, говорит, давайте посмотрим, да, зайдите на недельки. Вот. Она прирожденный директор. Да. Все-таки... Ужас ужас. Вот. И при этом еще, конечно, старшая сестра. Я вам... Я даже не знаю, удачи, наверное, пожелать в этой ситуации, как всем удачи. Просто мне кажется, вам просто, наверное, через какое-то время к вам должна прийти какая-нибудь такая грандиозная цель, типа той, которая у вас у обеих была, и привела к таким результатам. И когда вот... Она у нас есть, мы идем к ней потихонечку. А, она есть, вы просто о ней не говорите сейчас, да? А, тогда понятно. У нас все впереди. Ясно. Тогда что же, я просто могу сказать, что, ну, я желаю вам этой цели достичь. Приглашайте нас, следите за нами. Не вопрос. Это не правда. У вас есть Инстаграм, там, сети? У меня нет. У Ольга Алексеевна у нас занимается Инстаграм, сетями. Плохо. А, плохо? Сколько подписчиков? Подписчиков 6 тысяч, что ли? Ну, для вас это мало, конечно. То есть это надо как-то... Это надо развивать. Да. Мы добавим еще мои две с половиной. И все равно останется. Я вышла с собачкой погулять, посмотрите на меня. А, не ваша история. А сегодня я пью чай. Да. Понятно. А сестра еще и глумится по этому поводу. Спасибо вам большое, Оксан. Оль, я сознательно, мне было интересно узнать, что происходит сейчас с вами, как вы живете, что происходит в вашей жизни, какие эмоции вы испытывали, вот в особенности от этой жизни, биатлонной жизни вдвоем. Я сознательно не задавал вам вопросов, честно вам признаюсь, про биатлон, про сам биатлон, потому что, ну, и скушу очень много было задано уже в разных студиях, и мне хотелось бы вот в какой-то момент времени, когда ваша цель какая-то, и мы увидим, будет реализована, и мы увидим что-то такое, или услышим об этом, вот тогда мы поговорим и с Оксаной Ирочевой, и с Ольгой Зайцевой уже как с другими людьми. А, может, и нет, я не знаю, может, у вас будет чемпион мира по спортивному ориентированию, откуда же я знаю. Вот, обозначено. Так это тоже возможно. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Хороших вам выходных, и вам хороших выходных. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. Встретимся в следующий будний день, как я всегда говорю. С вами был Александр Кузьмак. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова